Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили только сегодня утром. И сейчас 50 специалистов из Парижской прокуратуры начали расследовать причину возгорания. Она до сих пор неизвестна. При этом восстановление Нотр-Дама, хоть оно и займет годы, пройдет быстрее, чем можно было опасаться, так как в распоряжении французских реставраторов есть детальная трехмерная модель собора. При этом новая крыша собора, скорее всего, как и старая, будет сделана из дерева, так как его стены могут не выдержать вес более тяжелой крыши. Об этом сегодня рассказал журналистом Шпигель инженер, который участвовал в реставрации фраункирхи в Дрездене, церкви, которая полностью сгорела в конце Второй мировой войны. Кадры страшного пожара, который за пару часов уничтожил крышу собора вместе со шпилем, многим показались не только пугающими, но и символичными. Пожар причелся на начало страстной недели перед католической Пасхой. Тушение пожара продолжалось всю ночь и полностью закончилось только сегодня утром. Причина пожара пока точно неизвестна, но в качестве основной версии называется несчастный случай во время реставрационных работ. А что удалось сохранить? Как стало известно, сегодня не так уж и мало. Уцелели стены собора и как минимум одно из трех круглых окон рос. Уцелели также две башни собора. Пожарные вчера особенно долго пытались их спасти. Опасное заключалось в том, что самый тяжелый колокол собора, который весит 23 тонны, мог упасть и полностью разрушить северную башню. Уцелел также алтарь, винтажные окна над ним и даже старинные деревянные скамьи для прихожан. Более того, французским пожарным удалось еще во время пожара вынести из собора главные реликвии Нотр-Дама. Терновый венец, по легенде тот самый, в котором Иисус Христов зашел на Голгофу. И тунику у Людовика Святого, французского короля-крестоносца, который как раз привез этот терновый венец во Францию в 13 веке. Их смог бы спасти Жан-Марк Фурнье, капеллан парижской полиции, который был в числе тех 400 пожарных, которые тушили собор вчера вечером. Как рассказали его коллеги, в соборе Фурнье первым делом бросился к алтарю. Спасены также статуи 12 апостолов, которые стояли на крыше собора. Их сняли за несколько дней до пожара для реставрации. Вы были произведения искусства и медленно перенесены в Парижскую мэрию. Сейчас они тоже там находятся? Да, они до сих пор там. Вчера мы сразу же открыли зал Святого Иоанна в мэрии. Это большой зал, где мы обычно устраиваем выставки, чтобы принести туда все произведения искусства и собора, в том числе, конечно, Тернова Венеция и тунику Людовика Святого. Сейчас они тоже в безопасности. При этом, как позже рассказали журналистам пожарные, многие картины и скульптуры, которые находились в соборе, во время тушения пожара вынести было невозможно. Конечно, сейчас не может быть речи о том, чтобы оставить сокровища Нотр-Дама в сгоревшем соборе без крыши. Французские власти уже нашли для них новое и безопасное место. Пожарные проделали невероятную работу, чтобы спасти самые главные ценности – Терновый Венец и тунику Святого Людовика, которые сейчас находятся в безопасности в Парижской мэрии. Остальные сокровища храма сегодня и завтра как можно скорее перенесут в Лувр. Что касается картин, то самые большие вынесут из собора в пятницу утром. Огонь их не коснулся, но они пострадали от дыма. Поэтому мы перенесем их в Лувр, где их высушат и отреставрируют. Пока неизвестна судьба знаменитых горгулей и химер – защитниц Нотр-Дама, стоявших по краям крыши собора. У экспертов есть опасения, что некоторые из них могли обрушиться вниз, не выдержав перепады температур. Были полные информации о горгулях, появятся позднее, когда будут разобраны завалы на месте пожара. Конечно, Нотр-Дам далеко не единственный готический собор в Европе. И после вчерашнего пожара на ум приходит вопрос – не могут ли вчерашние события повториться где-нибудь еще в Европе? Бывший настоятель и главный строительный инспектор Кёльнского собора сегодня заверили публику, что их храм, переживший Вторую мировую войну, не может сгореть. И тут возникает вопрос – может ли такое случиться у нас? Конечно, мы должны соблюдать осторожность, но у нашего собора крыша отличается по конструкции от Нотр-Дама. Крыша собора Парижской Богоматери построена в 13 веке из дерева, а наша церковь гораздо новее. Крыша Кёльнского собора была построена в 19 веке по новейшим технологиям того времени из стали. Тогда это многих возмущало, но во время Второй мировой войны это спасло собор от пожара. В таких огромных старинных соборах, как Кёрнский, постоянно работают реставраторы и строители, главной задачей которой – защищать их от разрушения. Более современные дополнения в средневековых церквях тоже не редкость. Тот же Нотр-Дам многократно перестраивался. И сильнее всего как раз в середине 19 века, когда архитектор Жен-Виоле Людюк пристроил к собору новый шпиль. Как и средневековый оригинал, он был выполнен из дерева и покрыт свинцом, но при этом был выше оригинального. Статуя 12 апостолов тоже новшество 19 века, при том один из них, святой Фома, лицом оказался очень похож на архитектора Людюка. Не только я, но и многие мои коллеги по цеху и по всей Европе были просто в шоке от того, что произошло в Нотр-Даме. Когда горит церковь, это всегда большая трагедия, а то, что произошло вчера, это трагедия для всей Европы. Франция – это, можно сказать, родина готики. Французские церкви стали образцами для многих других церквей, и поэтому мы все в Европе выражаем солидарность с Францией. Конечно, защита от пожаров очень важна для Кёльнского собора, и в первую очередь важно предотвращать пожары. Мы постоянно поддерживаем тесные контакты с кёльнскими пожарными, регулярно все проверяем. В соборе есть специальные трубы и специальные конструкции, по которым должна течь вода в случае пожара. Но это бесконечный процесс, невозможно предусмотреть все сразу, поэтому мы просто стараемся как можно лучше к этому подготовиться. А как насчет многочисленных дворцов в окрестностях Берлина? Например, Сан-Суси в Потсдаме, куда мы все так любим ездить летом. Представитель фонда прусского культурного наследия сегодня заявил, что не может быть полностью уверен в их сохранности. Впрочем, он тут же добавил в интервью Мэкиша и Альгемайна Цайтунг, что во время реставрационных работ, которые идут в этих дворцах постоянно, пожарной безопасности уделяется особое внимание. А что насчет Миланского собора, еще одного символа европейской готики? Архипископ Ломбарди Итальянской области, где находится Милан, заявил сегодня журналистам, что миланский дома построен иначе, поэтому такой пожар, как в Нотр-Дам, там невозможен. И, наконец, собор святого Стефана в Вене, тоже, как и Кернский, защищен от пожаров железной крышей. В 1945 году железная крыша Штефи, как называют его местные, сгорела дотла и после этого была заменена на стальную. Настоятель собора в австрийской столице рассказал сегодня журналистам газеты Die Presse, что в соборе установлены специальные датчики и множество огнетушителей, особенно в тех местах, где горит много свечей. Французов, кстати, сложно упрекнуть в недостаточно внимательном отношении к Нотр-Даму. Вот, видите, пожарные Парижа тренируются еще в 20-30-е годы тушить главный собор Франции. Однако, как лишний раз показали вчерашние события, стопроцентной защиты от несчастных случаев не бывает. О самом важном на одном языке. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok